чтобы время проходило как скоротать время и просто слушаем я понял но это хорошо что вы выключаете когда общаетесь потому что есть люди знаете которые дальше слушают им нет нет я когда общаюсь я выключаю ради бога понял о чем общаетесь вообще шо вам интересно а жизнь а жизни а если более конкретно во всех ее проявлениях ну надо же выбрать тему какую-то что можно обсудить мне сложно в данном случае сейчас с вами обсуждать какую-то тему у нас слишком разные возрастные категории не как мне так кажется ну вообще как бы у нас разные возрастные категории но я думаю все таки можно что-то интересно обсудить как раз таки на вот этом контрасте потому что смотрите у вас по сути жизнь идет к закату у меня жизнь только начинаются ну вы правы конечно все так и вот вы как человек у которого жизнь идет к закату вот как вы оцениваете то что сейчас происходит в мире а я могу сказать то что я считаю и вот уже пообщаемся вас что-то конкретно интересует или вы в глобальном смысле интересуетесь как вам удобнее если вы хотите в глобальном смысле отрицательности как конкретизируем чтобы я мог не тезисно излагать а высказаться на ту или иную тему давайте давайте вот вы как российский гражданин да вот в вашем возрасте как вообще оцениваете что происходит что делает российское государство по отношению допустим к украине и ее планы допустим дальше в дальнейшем по отношению к странам запада и остального чего вы думаете вы сформулировали вопросы готовы выслушать ответы я правильно он потребует двух минут и огромного мужества я не знаю если она у вас есть давайте смотрите у меня есть моя точка зрения на суть происходящего между нами эта точка зрения никоим образом не является ни политической не военно политической не уж тем более военной это моя точка зрения да она основана в большей степени даже на теологии я бы сказал я подчеркиваю на теологии и на какой-то платформе религиозной отдельно взятой а в целом да так вот ни для кого не секрет что каждый ребенок который рождается на вашей земле прежде чем сказать мама или папа он у вас кричит клятим али тем самым вы посылаете наш адрес проклятие изначально мы для вас орки свинособаки и так далее и так далее но в теологии есть такое понятие как карма и тому кто проклинает кого-то эти проклятия тысячекратно возвращаются и у меня создаются впечатления что сейчас господь вас наказывает нашими руками а наказывать вас есть за что за все что вы натворили за то что вы надругались над могилами ваших предков за то что вы надругались над памятью ваших предков за все что вы сделали на святой православной церковью вот за все это господь вас нашими руками нынче наказывает и теперь вы в свою очередь для нас тоже перестали быть людьми особенно после церкви вы просто черти косолапые для нас вот теперь для нас вы не люди по этой простой причине ежедневно мы истребляем по две тысячи голов таких как вам такие яблочки сударь мы вы закончили или дарить у меня такой вопрос вот вам сложился вы пока рассказывали вы затронули такую интересную концепцию да вот как карма так понимаю вы в карму верите и важно по вашем понимании карма она касается такого большого скажем объекта да как народ украины да и по вашему мнению народ украины сделал что-то плохое и за это расплачивается на такой вопрос а если мы будем рассматривать в той же самой плоскости народ россии да в частности вот народ российской империи который в том числе до поддерживал вот все шовинистические настроения которые существовали в период российской империи и запреты украинского языка это и в том числе это в том числе в том числе запреты писать на украинском языке вот это в том числе погромы до еврейские это в числе в целом то ну невероятно большое количество плохих дел которые совершают и совершали граждане вот российской империи да что совершали от граждане советского союза что совершают вот граждане российской федерации теперь как вы думаете когда россиян постигнет карма и не думаете ли вы что украинцы сделали на порядок меньше нежели россия сформулировали вопрос да если бы хотя бы одно слово из того что вы сказали было бы правдой господь русский народ покарал бы но нынче все происходит с точностью да наоборот господь вас карает потому что вы еще плюс ко всему еще огромные лжецы в том что вы сказали есть нет ни капли правды есть одна сплошная ложь вот и все примерно про можно отвечать вам поэтому господь именно вас они нас наказывает но руками и это правильно это справедливо я понял можно отвечать а чего куда он убежал можешь загуглить и посмотреть все что я сказал это легко проверяется тут как бы я дизайн и кого это рассчитано до идите поючу он убежал он же за правду бойцы за правду не убегают мужчина пойти за правду они борются за правду здрасте чем вы общаетесь да вообще почти обо всем понял как у меня есть два предложения к обсудить существующие насущные проблемы или это вот первое до предложение которое и второе и второе второе предложение это обсудить одну интересную концепцию которая услышал от вашего соотечественника буквально вот минут пять назад концепция заключается в том что украинский народ сейчас и все с ним происходит происходит по причине того что мы в прошлом сделали много плохого и нас за это наказывал вот знаете дураков то много не слышите что фото много сделал плохое хорошим понимаю понимаю ничего не просто она то интересно если рассматривать в вакууме да скажем оторвавшись от здравого смысла да да я такое не приемлю кто-то чего-то натворил весь народ отвечает я не приемли лично так а первое вы сказали обсудить проблемы какие проблемы чьи да в целом вот насущные проблемы которые существуют в между хотел сказать между нашими обществами но на самом деле проблема существует скажем во всем мире такая сейчас глобальная глобального сумме я считаю что между нашими обществом проблем нет проблему некоторых людей в головах которым нужны санитары что еще я считаю правительство где-то самостоятельно где-то нет тоже вот мое такое мнение и поэтому как она каменя народ страдает вот и все как-то так знаете вы скажите откуда я сам с южного урала я из украины из города киев все понятно понятно вам сколько лет вода человек 25 ты не хотелось бы чтобы попали в армию почему молодой потому что выбежи но так на так мне мне жить не дают не те кто меня в армию забирает а те кто на меня напал от которых не защищаться надо правильно а зачем они напали зачем они напали я не знаю нужно спросить у них зачем они напали могу так и не поняли так ничего никто же ничего не рассказывает ну ладно что же хорошо задать вопрос только не вот этот глупый зачем напали зачем напали я говорю только нет глупого не надо вы же вы называете глупым чтобы я его как раз таки не задавала его задам пусть посмеялись над ним ответьте мне теперь на такой глупый вопрос зачем же вы напали и если вам было лет двенадцать я должен ответить звук звучит какое звучит как отмазка так зачем вы все-таки напали ну хорошо чтобы не распаяться вот и не было юридического поноса который я на дух не выношу потому что мы можем то есть вы напали потому что вы можете то есть вы примерно на уровне гитлера что-то в коллективный гитлер типа муссолини гитлер устали демона да а на украине живут белый пушистые люди назовите мне хотя бы один прецедент когда украинское государство нападало на соседний ой 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 вообще хоть один прецедент в ираке вы руки в ираке украина приехала и напала на ирак в ираке идиот в ираке вот лишь какой глупый вопрос получается вопрос настолько глупый что вы на него никто не можете ответить поэтому да украине все белые и пушистые и не знает да и бил дебил не знает кто говорит дебил не знает дебил не знает дебил не знает знаменитая же война знаете у вас знаменитая война украина ираку войну объявила поехала воевать в урак украина провела мобилизацию как россия поехала воевать ирак идиоты все украинцы там нет славян вот славяне-то русские как славяне не кричит на тише девочка что значит что значит все славяне они русские если славяне это и поляки и басняки ой басняки эти хорваты поляки славяны вообще южные славяне все без разницы там на дешевле как бы одишь все чё темные славяне темные с чего он взял что он же сам темный в чем те славяне это русские гениально жалко ненадолго его хватило привет о чем общаешься раз да я уже даже не знаю про историю украины расскажешь как тебе интересно послушать что про историю украины да потому что она разная история украины но как и любая другая история где-то видео чтобы у какой-то страны история была ни раз ни разной аж разное типа разнообразная или в каком смысле раз то есть ты хочешь всех историков нафиг послать нет я тебя хотел спросить что ты имеешь ввиду не институты создали там что-то изучает я у тебя хотел я у тебя хотел спросить что значит разные в твоем понимании это пока что все же я хотел узнать но от украинских историков на разные что значит от украинских историков она разная ну вот с которыми я сегодня историки не общался история разные но с какими-то историки начиная на начиная от динозавр и заканчивая там двадцатым веком и разница какие имена историю то с какими историками вот которыми я общаюсь ты будешь одним из историков наверное может то есть то есть ты то есть ты даже не спросил у человека если у него образование писал ли он какие-то научные работы на тему историю украины имеет ли он право общей писать статьи какие-то на тему украины иметь ли он право вообще претендовать на звание историка и на истинность какую-то об этом ты как бы человеку все трое человеку в четверти говоришь и вот ты историк и ты мне хочешь рассказывать а потом потом на секунду а потом ты удивляешься что история на зас varies смотри я ж тебе только что столько рассказывал ты ничего не понял вот я говорю я столько историков на сегодня повидал если это историки значит они молодец если это и стоя если это истории где-то преподают или если это историки значит у них есть какие-то книжки к эта монография которую они написали скажи мне имена фамилии я посмотрю почитаешь у нас какими историками дочерни исторический подтвержденный монография это мнение да но мнение и профессионального историка у которого есть но это мнение они скажем так общепринятые монография что это это мнение подожди ты мне расскажи ты общался да подожди общался сегодня с историками ты сегодня общался с историками расскажи мне с какими так вот смотри куда с какими-то истории что-то ничего не получается с какими-то историками сегодня общался баранки гнус какие евро с какими-то историками общался имя фамилию отчество но в прямом же ты нукаешь но с какими историка ты говоришь я общался сегодня с историками какие ли вас как у тебя прямо 3 идет да с какими-то историками общался москальский шо ты завис с какими ты общался историками ты подвисает ш Nakita Ri онすごい коран чат ты со мной не сможешь пока не как его общается пока не расскажешь ким ты общался какими-то историками общался здесь 4 лидке имя фамилию оставь тоже если историк он должен любит историю украины то есть ты хочешь сказать я хочу сказать что есть люди у кого я хочу тебе сказать что если я хочу тебе за за не а столов и какому которые просто рассказывает какую-то ерунду что ли про свою историю историю своей родины почему-то это так спрашиваешь как будто я обязательно должен ответить нет да человек может быть абсолютным дегенератом дети рассказывать абсолютной глупость вот таким же дегенерат и который рассказывает о том что он общался с какими-тоśmy начали говорить expect и общался с какими-то там историками указать и сам начал с какими-то историками вообще вот я беру с какими то историками с какими ты общался с какими ты общался я с тобой не буду общаться пока ты мне не расскажешь с какими-то историками общался потому что ты браку не чат рулетки фамилия имя отчество шовчат ты с ними общался ты шо дебил если он историк он уже назвали тебе свое имя отчество где ты понял что он историк ну как они рассказывают те диплом показали они пишут придурок если придешь как стоматолог он тебя диплом не покажет хрен те зубы сверлит или шо но просто эти с какими-то историками общался ты не можешь ответь и значит общался не с историками да потому что ты идиотнего и потому что ты фантастический дегенерат потому что ты говоришь что ты общался с историками какими ты не можешь ответить но ты же фантастический дебил как можно с тобой еще общаться смотри куда смотрели нет я не историк поэтому ты дебил кончен ты историку ты историк суты ты историк ты историк по ты оснаем образованию историк исходя из твоей логики любой человек который по образованию не историк идиот это буквально тоже сейчас я тебе расслабься девочка давай 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 пообщаемся давай все не планирует не планирует и хорошо если просто красиво и хорошо до слова закончились конечно у меня именно слова закончились они ты фантастической идеи фантастической идиотичности придурок недоразвитый с какими-то историками общался шоты руками разводишь ну дурачок с какими-то историками общался коромыслим ты говоришь ты общался с историками назови мне хоть одну фамилию с кем-то общался с кем ты общался историком не назови хоть одного а ты не назовешь что придурок ты вришь ты общался с историками ты и рот закрой так объясни мне с какими-то историками общался все я понял ты с историками не общался хорошо давай есть какие-то вопросы дальше мы поняли что балабол но обоснуй уже обосновал тебя только что десять минут обосновывал они что-то не обосновал ты несешь говно ты ж ну как бы и просто набор не поняла не рассказываешь свой вообще не абсолютно не абсолютно так что есть какие-то вопросы шо ты мне шокаешь какие вопросы ты не можешь даже да я понял что если я тебя очень обидел тем что глупый это просто факт меня да ты должна и не ругаться потому что так потому что ты же столов но ты же диод есть тебе какие-то темы которые тебе интересно обсудить я с тобой обслужу если нет я пойду дальше ой а выслушаю выслушивать вот этим и б в эти зависания нужно не интересно все гуляй давай обкакался ты знатно вот прям русский человек вот общался с историками у это да и дизайта просто фантастически это это вау